щас сяду да фон конечно пиздос ну ничего страшного здрасте ой у меня там провод торчит я щас все уберу щас 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 только придумаем как это убрать вонючие провода ого опять людей набежало охренеть я вообще-то не планировала снимать для большого количества людей и еще из-за того что здесь хороший свет очень отчетливо прекрасно видно мои прыщи так что привыкайте а иссаивайтесь ну вы там поняли да я пока окно тут я вижу приветики все олды просто ой я что-то в этом сомневаюсь для меня олд это когда человек ну минимум года три сидит в перископе я что-то сомневаюсь что таких очень много хотя блять как он как знать всех как минимум не проверишь там все такое алексей здесь был в прошлом эфире но сейчас его здесь нет потому что у него сел телефон нет он тогда заходил у него был один процент да алексей здесь реально уже года три точно потому что как он сказал он помнит меня еще в десятом классе а это было три года назад вообще кстати прошлые два эфира я потратила на то чтобы носом с вами были сегодня просто я хуже удалила вот прошлые два эфира потратила на то чтобы поныть о жизни и о том как меня заебал перископ но в этом эфире такого я надеюсь будет не так много просто я не буду посвящать этому всю трансляцию не хотелось бы просто и заниматься нытьем однако здравствуйте очень давно не виделись вчера блять так вот о чем я говорила в прошлых эфирах потому что я знаю что вас там не было да я до сих пор москве я здесь буду практически до конца лета но еще две недели я тут буду меньше уже до 28 короче я не помню насколько я конкретно там улетаю ночью и ночью но это не так важно вот знаете я в принципе наверное никогда практически не бываю в роли зрителя именно в перископе потому что это меня не прельщает в плане того что да быть наверное зрителям интересно ты также классно узнаешь новых людей как и в принципе себя на моем месте когда люди к тебе за сами заходят но наверное из-за этого возможно из-за этого у меня начало быть место быть такое состояние когда меня уже заебал перископ маловато классных людей в плане те кто ведет эфиры или те кто комментирует или вообще а те кто ведет понятно ну не знаю я в принципе даже кстати когда создавала перископ я не пользовалась им как таким вот местом где я кого-то смотрю где за кем-то слежу наблюдаю там интересуюсь чьей-то жизнью мне это никогда почему-то не было интересно там кто блять как живет потому что возможно даже уже в то время то есть четыре года назад часть тупо светили жопой и танцевали чтобы там выполнить какие-то задания блять за лайки но это как бы вообще для меня несуразная вещь алексей кстати зашел до павел сергеевич по тебе очень скучал алексей ой сергей здесь нихрена себе вот эту стройную тусовку вы что повелись на название да так вот потерял опять мысль я четыре года назад снимал как на крыше бухали с пацанами четыре года назад я снимала без лица и я просто отворачивала камеру и снимала вид за окном жопы кстати переехали в другое приложение а вы про этот бига лайф или про какое здравствуйте да здравствуйте сергей у нас уже по-моему был этот разговор с вами про бига лайф и про жопы про жопы я всегда готова конечно говорить но я не про то перископ вообще у нас это странное место извините за срач сзади я только сейчас заметила что он есть просто для меня это не так важно забытое место но я бы так не сказала я бы сказала что это недостаточно распиаренное место то есть например как сейчас из каждой щели есть лайк и тикток то да это понятно но раньше перископ всегда был на слуху вот года три два четыре он еще весьма очень хорошо форсился во всяком случае на просторах твиттера точно ну потому что перископ это как доченька твиттера твиттер я давно-давно выкупил это все знают о господи аскфм еще существует такое блять зашковарное место я помню раньше кстати был и спрашивайру и аскфм и все блять с этого прям вот он ушел а почему не знаешь кстати если ушел да я не против лгбт так скажем я как бы ничего не имею против людей в принципе в целом но лгбт туда входит на ю тубе не знаю такого ладно окей вот как я говорила просто перископ он сейчас на данный момент не распиарен но я уже думаю он не будет распиарен потому что в этом нет смысла площадка сама по себе очень кстати простая в отличие от какого-нибудь там вонючего бига лайва здесь очень мало само приложение не так много весит и в принципе мало каких-то там заморочек сейчас добавили чего-то голосовые хуйни которые быть от которых почему-то все в восторге возможно кроме меня но потому что я слишком старая видимо и для меня это просто нарушает концепцию старого перископа но ладно всем нравится хорошо потому что говорить проще да он живет очень мало трафика как вот я мне очень удобно вести эфиры потому что он живет мало трафика находиться здесь наверное ну если только общение с людьми считается как целью то возможно да сбер мой прикреплен не просто так над этого я не получаю никакие деньги за 4 года я получила 150 рублей и то 100 рублей от человека который только что кстати зашел а 50 рублей человека которого я сама смотрю и которого я сама кидаю деньги периодически когда они у меня есть ну то есть никогда вот кого носки зачем ёбаный у меня тут сидит три модератора вот спасибо спасибо так а что без войска блять я опять сделала без голосовых простите я забываю я правда забываю что надо включать когда завожу эфира почему нельзя блять внутри эфира позвольте это делать я не понимаю что за говно не буду перезапускаться здесь уже шесть человек сидит я из города красноярск почему ты кстати до сих пор ведешь эфира если ты четыре года назад снимал как вы там бухали на крыше негодяй извините вот сейчас все по выйдут нахуй и мы можем перезапуститься нет конечно почему нет конечно ты же все равно смотришь вот сейчас ты смотришь меня типа это довольно странно вы что там соревнуетесь на лайки я не поняла выходите нахуй артемий полегче полегче все хорошо потом перезапустимся оу вау правда интересно а ради чего бунт не бунтуй артемий тут угарно а ну не у меня честно ты не получишь того удовольствия ради которого ты пришел типа поугарать с людей это так не работает здесь пойду удовольствия заварю ну иди заварить вот что касается перископа кстати как мне кажется ну или возможно просто я раньше очень плохо воспринимала критику но как мне кажется раньше этой критики было меньше да я за нее расстраивалась но именно именно в плане внешности но как мне кажется ее правды было меньше сейчас очень много людей действительно скатываются до унижения человека за то что он не выбирал в принципе я не про пластическую хирургию потому что ее еще выбирают как бы но там вроде практически не делают плохо вот да не не важно симпатяшка я или нет просто все равно мне пишут и пишут не очень приятные вещи помню приватные эфиры это какие а да я создавала для модеров раньше эфиры и меня просто взрывало нахуй с этого это правда это было я наверное должен делать это сейчас но я делаю это в прямом эфире на общее обозрение потому что мне насрать вот все постоянно заходят патронить это норма это норма но не для меня потому что я не воспринимаю такую позицию как норма для меня интернет это не означает что у меня безграничные возможности нахамить и унизить кого угодно в любой точке мира это неправильно потому что люди вероятнее всего которые позволяют себе такие вещи как я говорила уже много раз просто не сидели на моем месте и никогда не пытались вести эфир разговаривать с людьми и причем иногда разговоры бывают очень интересные и ведется какой-то охренительный диалог а потом заходит какой-то хуй и такой пиздец это страшное и типа блять почему ты это сказал нахуя ты это сказал тебе что после этого легче мне вот лично не легче когда мне такое говорят и зачем это кому говорить типа блять это очень странная позиция для меня процесс запущен уже давно это как часть интернета очень рада но я иногда пытаюсь перевоспитать таких ну раньше пыталась про сережку какую сережку у меня плохая память напоминай а да вот пример типа люди доебались до сережки в ухе у моего парня насколько обосновано такое ну типа заявление не на сколько правильно не знаю это как бы да это часть интернета но я никогда не буду принимать эту часть интернета потому что это неправильно до флага надо ебывать здесь на самом деле до всего до всего это до ебались до моих морщин на лбу до флага каждой трансляции но на самом деле до флага это понятно потому что это само собой такое как это призывающее написать к этому у нас страна в принципе гомофобная и я не удивлена ой блять извините что я наверное в каком-то плане поставила этот флаг умышленно но я думаю о нем надо типа пересмотреть эту хуйню и надо его убрать мне просто очень нравится этот арт и меня никто никогда не рисовал до этого поэтому он для меня очень много значит даже несмотря на то что флаг ЛГБТ я его поставила отчасти не за флагом ЛГБТ потому что просто меня больше никто не рисовал но вот да я знала что все будут о нем спрашивать и я поэтому его и оставила типа вы поняли да вы поняли к чему я это говорю ну и вот как бы давайте подлину ближе к столу я не разжигаю розни просто тогда мне казалось это действительно хорошая идея для того чтобы как-то типа отметиться в толпе вот посмотрите блять это конечно не то на чем я бы хотела сосредоточивать мнение потому что ну мнение внимание потому что сейчас я вообще меня эти вопросы раздражают типа когда люди заходят и сходят такие ты чё лесбуха? покажи ногти ой бля лесбиянки все страшные ты вот страшный ты лесбиянка как бы ну это странно бесплатно ни хрена себе а так можно? вот я пока наверное просто свою фотку поставлю сегодня же поставлю свою фотку и вообще надо блять убирать эту славку кстати вот почему-то в инстаграме до меня никто не доебался что у меня там ЛГБТ флаг хотя он там стоит дольше чем в перископе в Москве видела геф лесбиянки лесбиянок метро и на улице да видела и блять и чё я их и в Красноярске видела на улице лесбиянок точно в полосатом в полосатом пиджаке го что такое волосатый пиджак у меня его нет у меня только рубашка эта там за это банят в инсте и на твиче на каких основаниях меня бы за это забанили типа с чего бы меня забанили за флаг ЛГБТ на аватарке это нерезонно а вот это вот это рубашка зачем у меня есть удачные фотки я это не обсуждаю у меня просто стоит ЛГБТ флаг на аватарке я это не обсуждаю в своем инстаграме стоит да стоит никому вообще не мешает а вы про это так никто даже не написал ничего даже если типа даже если бы они написали хотя ну хуй знает меня просто никто ничего не написал даже я помню а нет меня спрашивали лично почему у меня стоит ЛГБТ флаг в инстаграме но писать меня никто не писал никогда это предлагайте про что поговорим я не против сменить темы мне вообще без разницы провод блять торчит да там за слово пидор банят я знаю тема заезжен ну типа я не ничего бы не доказывала по поводу ЛГБТ даже слово такое не сказал типа за или против ну зачем это тема которая уже в моем инстаграме была в инстаграме в перископе было тысяча один раз это уже неинтересно по-моему даже рассказывать и слушать тем более особенно тем кто меня давно смотрит так вообще про бунты какие какие что 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 это я впервые об этом слышу маленькую татушку с чем а здравствуйте про митинги а чё говорить про митинги я не хочу на самом деле говорить про митинги потому что я с тех пор как митинги прошли по моему до сих пор о них только и говорю со своими знакомыми там и прочими людьми то есть такими приближенными при которых я в принципе не боюсь об этом говорить а здесь я тем более не хочу об этом разговаривать потому что сколько людей столько мнений свидетелем я не была потому что я не хочу чтобы меня посадили потому что мне еще нужно возвращаться как минимум и учиться дальше и и тому подобное такие ухуенные эксперименты мне не нужны так сейчас отвечу на все мне 18 лет группа крови резус-фактор ничего группа крови я не знаю ни свою группу крови ни свой резус-фактор кстати кстати про тату оно уже есть или совсем его не будет на запястьях группы крови это смешно потому что знаете мало ли что случится так уже группа крови написано меня зовут Маша вот про тату касательно которое я говорила что я набью тату в Москве Я решила его не набивать, точнее, ну, мы поговорили с братом, и он меня отговорил, потому что он сказал, что если я приеду в Красноярск с татуировкой, то, типа, мне вставят пизды. Я понимаю, что мне действительно вставят пизды, и, типа, сейчас это на самом деле нерациональная трата денег, потому что у меня осталось всего нихуя, то есть три тысячи до конца месяца, а я не хочу её тратить, вообще не хочу. Как они не узнают? Я хочу набить тату вот здесь, вот здесь буквально. Скинешь на тату? Часто ли я тут сижу? Я сижу здесь каждый день. Осталось 100 рублей до конца месяца. Поэтому ты кидаешь мне деньги, 100 рублей, с комиссией 50 рублей, серьёзно? Ты молодец. Молодец, Артемий. Есть ли ВК? Я что, на Украине? В Украине, на Украине? Типа, по-моему, в России почти у всех есть ВК. В всяком случае, современного поколения, оно есть. Тогда было 30К. Как ты успел потратить столько денег за такой маленький срок? Ты серьёзно? Блядь, как? Как-как? Как ты это сделал, сука? Это неправильно. Как найти? А зачем? Я просто упрощаю себе жизнь, чтобы, если что, ВК лишний раз не давать. Да, блядь. А зачем? Кстати, у меня браслетик подходит, резиночка к твоей аватарочке. Она сиреневая, или она у вас тут? Я не знаю, или она у вас. А, у меня всё зеркально, значит, вот тут, да? А зачем? Рома не заходил, весело не было. Кстати, я проспала однажды его эфир, он был, наверное, два дня назад, и я думаю, что он там рассказывал, что с ним случилось, и почему он не заходит, но я из города Красноярска, и я скоро уеду. Вот. Я не с Москвы. Короче, не знаю, я не могу упасть на его эфир, потому что он его больше не ведёт, и он не заходит на мои эфиры. Это хороший момент увидеться. Ты путаешь. Тся-тся. Это как бы, типа, повод не увидеться. Ты вернулся, молодец. А я ваш просыпал уже десяток раз. Короче, это как бы глупо встречаться в Москве, потому что мы буквально с тобой не знакомы, чел. И вообще я как бы ни разу ни с кем из перископа в жизни не встречалась. Это, наверное, не то, что мой принцип какой-то, но меня на самом деле такие встречи будут только беспокоить, нежели доставлять мне какую-то радость и удовольствие, потому что... Хорошо, а ты не чел. На Хлебника нет, жалко. Ну, я вообще даже не помню его ник, я тебе скажу. Я даже не помню, когда он в последний раз заходил, потому что, блядь, если честно, я не очень вообще хорошо помню людей. Не с кем посраться. Тебе бы только посраться, Павел Сергеевич, тебе не стыдно? Это к лучшему, да, я тоже думаю, что это к лучшему. Несколько твоих самых ярких или отвратительных впечатлений о Москве 2019. Нет у меня ярких впечатлений, как казалось бы, а отвратительных тоже у меня нет, потому что я сижу дома. Я никуда не хожу, чтобы набраться охуенных впечатлений. Но вчера я ходила в Москвариум, кто живет в Москве или не живет. Ну, это типа просто аквариум, там рыбки всякие, да. И это было, в принципе, очень даже неплохо. Мне, правда, понравилось. Но это не было таким каким-то охуенным вау-эффектом, что я такая, рыбки, нихуя себе, не видела рыбок. Вот. Так что не знаю, таких прям ярких впечатлений у меня как таковых нет. А самых неприятных, это то, что я, наверное, отвратительных не было. Ну, вот неприятно то, что я каждый год, сука, в Москве болею. И это никак не объяснить. Вот. Ничего странного, чтобы тебя беспокоило. Тут много... Тут у многих есть твоя сила. У целых трех человек модератора. Новости. В 2018 году в России пять девушек после 17 лет родили по пятому ребенку. Я, кстати, видела это. По-моему, без мата сейчас девушки не могут. Это... Блядь. Кажется, это украшает тебя. Московский зоопарк? Нет, это было на ВДНХ. Там, короче, прям отдельный. Сходи в хорошее кафе, тематическое, на последние деньги гульни. Хорошо, я схожу, но это будет позже. Отвечаю вам про мат. Я уже раз пятьсот говорила про мат, и что я об этом думаю. У меня, по-моему, скоро брат придет. Вот. Что касается мата, я считаю вот что. Мат — это такая же часть русского языка, как и все остальные слова. Я имею право, несмотря на то, что я женщина, девушка, или как вы там меня назвали. Скромность украшает девушку как-то так же, как ее простая. Вы можете засунуть свое мнение о том, какая я себе в жопу. Потому что... На самом деле я впервые, наверное, об этом говорю, потому что какой-то есть у меня все же образ касательно перископа. Вы не знаете, как я себя веду в жизни с другими людьми. Да, у меня, например, такая же мимика, как и, в принципе, в жизни. Так вот. Чел. Ну, или Ислам. Как тебе там хуй знать, я не запомнила. Ты здесь первый и, скорее всего, последний раз. Ты не имеешь права учить меня жить, потому что ты не знаешь меня. И... Вот. Ты отключен модератором. Смешно. Ладно. Я тебе разрешу комментировать что-то. Мы не закончили с ним. Я объясню тебе такую вещь, что я здесь 4 года. И ты здесь не первый и далеко не последний. И говорить мне что-то у тебя нет прав. Если мой мат тебе режет ухо, ты можешь просто выйти. Я тебя не держу. Я здесь никого не держу. Это не моя политика держать кого-либо здесь. Но делать мне замечания у вас нет прав. Потому что это все еще мой эфир. И если вам нравится в девушках скромность и простота, то вы должны выбирать девушек. Ну, в любом случае. Это, может, он будет пересматривать. Вы должны выбирать девушек, которые этому соответствуют. А не заходить на роддомные трансляции, где просто, ну, ебало красиво, плюс-минус. И предлагать им встретиться. Ну, это тупо. А еще у него имя такое, типа, знаете, пугающее. Ислам. Почти как вера. Ну, или как вера, да, как вера. Ну, типа... Я боюсь мусульман. Они очень фанатичные ребятки. Ну, знаете, я их не просила. И совет это, когда, короче, я вот к вам захожу в эфир, точнее, вы ко мне заходите в эфир, и я такая, ребята, как вы думаете, может, мне нужно начать меньше материться? А вы такие, давай, да, это, типа, это так некрасиво. И тогда да, это совет. Я не спорю. Но я ничего не просила. Подумайте. Вы не видите разницы между советами и навязыванием своего ебаного мнения, которое здесь никому не нужно. На днях видел в вашем городке семью Чурак-Нульс, Вау, была... И что? Ну, исламофоб? Нет, я не исламофоб. Просто факт-факт, там люди весьма фанатичны в плане своих верований, взглядов. Они очень любят навязывать свою позицию. Моё мнение, да, но только я вас здесь не держу, я уже говорила. Ну, просто если вам что-то не нравится, вы выходите, это ваш личный выбор. Это скорее разность менталитетов? Да, это разность менталитетов, я не спорю, просто я никому ничего не навязываю. И мне ничего не нужно здесь точно навязывать. Каких исполнителей слушаешь? Очень разных, очень разных. И то есть зачастую я слушаю не исполнителей, а песни. И если они мне понравились, то я просто их добавляю в свой плейлист, вот и всё. А где грань между оскорблением и личным мнением? Личное мнение — это тогда, когда его просят, а оскорбление — это тогда, когда ты говоришь его, потому что ты просто хочешь его сказать. Во всяком случае, я не хочу никого оскорбить. Если вы оскорбились, то мне очень жаль. Типа, сколько я стою, что это, типа, как понимать? Твоё мнение, что чужое мнение является ебаным. Ну, как минимум не найс. Я вам не про то говорю. Ладно, сейчас, подождите. Как говорится, выбор есть, всегда нового... Понятно, получил новый выбор. Отличные слова. Я не про то говорю. Просто, понимаете, вообще, в принципе, я за фильтр того, что вы смотрите. Я всегда, если мне блогер не нравится, если он какую-нибудь хуйню пизданул, то я от него... Я не говорю, что я блогер, к слову, так, чтобы вы понимали. Я от него сразу отписываюсь. Потому что я не хочу негативить там в его комментариях, говорить, что вот, там, сходится на говно, что ты тварь, мудила, рукоблуд, свинья, скотина. Вот. Это, как бы, не моя позиция. И есть явно люди, которые будут делать это за меня. То есть зачем мне тратить свои нервы, чтобы кого-то обосрать, тем более ему это ничего не даст. Здесь примерно такой же принцип. Если вам не нравится, вы закрываете трансляцию и никогда больше не заходите на этого человека. Если же вы продолжаете смотреть этого человека, он вас раздражает, его мнение вас бесит, вы категорически не согласны, и вы готовы выплеснуть всю свою ярость в чат, то лучше не делайте этого, потому что мне это ничего не даст. Как, в принципе, и любым людям, которым вы рандомно напишите. Я никого не держу. И да, возможно, мое мнение действительно ебанное, и оно никому не нужное, но оно мое. Хочется ли вас все-таки заняться вам, короче, заняться лайф-блогиком? Я бы занималась блогом, если бы меня кто-нибудь смотрел, но меня никто никогда не будет смотреть, поэтому забили хуй на это. Новая прическа в парикмахерство уходила? Нет, прическа не новая, все так же, просто я не расчесалась. Обращайтесь. Забили. Молодцы, красавцы, уважаю. Буду смотреть, занимайся. Ты и так уже подписан на мой инстаграм, этого разве мало? Не факт. Просто вот люди, типа, очень странные в плане того, что они пишут больше, чего тебе нужно больше, историй. Вчера и так было неинтересных историй, хоть завались. Можете пересматривать. У меня целая подборка в инстаграме с Москвой. Контента. Нет у меня контента в жизни, я сижу дома. Я тоже его периодически побаиваюсь, но он неплохой чувак в целом. Вот, фильтруйте свои, пожалуйста, подписки. Не заходите ко мне, если я вам не нравлюсь. Я же, блядь, не заставляю. Я же не вешу, как навязчивая реклама посреди вот вашего телефона, типа, зайди на мой эфир, зайди на мой эфир. Ты должен зайти и не выходить, там можешь писать что угодно. Да нет, блядь, не надо писать что угодно. Не хотите, выйдите, пожалуйста. На ютубе хоть комменты отключить можно совсем. Ну, здесь можно тоже отключить чат для тех, на кого я не подписана, но просто зачем так делать? Создавай канал Долг, Мария, Жизнь.